Привет всем, кто смотрит канал Сумерки Богов. Это канал для тех, кому небезразлична судьба музыкального театра. Сегодня я продолжаю рассказывать о спектаклях завершающегося Зальцбургского фестиваля, который сам посещаю уже больше 30 лет. И раньше это были журналистские командировки, а сегодня моя поездка состоялась только благодаря донатам небезразличных меломанов на платформах Бусти, Патреон и Спонсор. И, кстати, еще замечательных путешественников из группы «Лучшие на свете меломаны». Всем спасибо и продолжаю летопись фестивальную нынешнего лета. А если вы еще не подписаны на канал, то сделайте это прямо сейчас, а про преимущество этой подписки я говорил уже много раз в каждом обзоре. Опера, которая в этом году была для завсегдата и в самой привлекательной в программе, на самом деле для Зальцбурга тоже скорее необычна. Это единственная опера Жака Оффенбаха «Сказки Гоффмана». Она впервые прозвучала в Зальцбурге всего каких-то 40 лет назад, и с тех пор к ней фестиваль обращался только один раз. В 80-е годы ее появление было связано, конечно, с желанием презентовать Пласида Доминго в одной из его эмблематичных партий. 20 лет назад то же самое было сделано благодаря Нилу Шикову, который был страшно популярен в Австрии. А до России доехал уже в более поздние годы, когда в Михайловском театре поставили другую его, более позднюю визитную карточку, оперу «Еврейка Голливи». И вот теперь ничем другим нельзя объяснить появление этой оперы в репертуаре Зальцбургского фестиваля, как с неставкой на молодого французского тенора Бенджамана Берхайма, которого на его родине во Франции называют Бернаим. Впрочем, это так и должно быть. Партия Гоффмана, если исполнять все, что Афенбах написал, тут на самом деле одна из самых сложных. Хотя публике такими кажутся скорее три, а вернее три с половиной женские партии. Интересная судьба этой оперы, ведь она вошла в обиход мировых театров всего каких-то полвека назад. Хотя премьера ее практически совпала со смертью Афенбаха. Она прошла через четыре месяца после трагического события, и было это в феврале 1881 года. Эта опера может исполняться одной певицей с большим диапазоном. Тут для нее написаны три разнохарактерных партии и еще небольшой довесок в прологии и эпилоге. В своей книге Пласида Доминго рассказывает, что он спросил как-то Марию Каллас, почему она никогда не пела в этой опере уж точно написанной как бы для нее. И ответ был таким, просто ее никто не знал в мое время. И действительно, сказки Гоффмана вернулись из забытья к нам в самом конце 70-х прошлого века, а успеху этого произведения очень способствовало то, что за нее сразу вцепились такие звезды, как Джоан Сазерленд и Беверли Силлз. Оффенбах, известный нам больше как основатель жанра опереты, написал свою единственную оперу, даже практически не дописал ее, в тот момент, когда романтизм проезжал мимо него уже самым последним своим вагоном. И родившемуся в Кельне в семье странствующего на тот момент Кантора, Оффенбаху очень хотелось наконец написать ну хоть что-то серьезное. Ну, серьезное в понимании этого человека, который за свою жизнь, прожил он 61 год, написал больше сотни оперет. Ну, это серьезное тоже никак не похоже на Вагнера или даже Даницете. Это скорее жанр опера комик, как его именовали во Франции, или зингшпиль по-немецки. То есть небольшие разговорные диалоги и большие музыкальные номера. В этом жанре были, кстати, написаны и Фауст Гуно и Кармен Безе. Но они стали известны так широко после того, как парижская опера заставила самого автора Гуно или наследников Безе переделать партитуры, превратив в большие оперы, гранд опера уже с оркестровыми речитативами. А то, что осталось с французскими диалогами, на многие годы было забыто из-за проблем с исполнением этих диалогов. И лишь в конце 20 века, когда в практику вошли исполнения опер без переводов, на первый план вышли и сказки Гоффмана. И, как у Фауста и Кармен, у этой оперы тоже есть два варианта диалогов. Сухие и аккомпанированные. В Зальцбурге были аккомпанированные. Надо сказать, что успех этого произведения во много связан с тем, что в эпоху позднего романтизма Аффенбах внезапно напомнил нам об истоках этого жанра в музыке и литературе. Не зря он выбрал главным героем великого писателя, забытого композитора и художника Эрнста Теодора Амадея Гоффмана. Полностью это видео без рекламы и с музыкальными фрагментами можно посмотреть на сайтах Бусти и Патреон. Все ссылки вы найдете в описании этого видео внизу. Книги Вадима Журавлева, Дмитрий Черняков, Герой оперного времени, Конец прекрасной эпохи, Век Зальцбургского фестиваля и Хроника оперы Лихие 90-е можно приобрести в электронном виде на сайтах Ридера, Литрес и Амазон, а в печатном виде в сети книжных магазинов «Читай город» и в книжном магазине «Москва». Помните, книга — это лучший подарок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова